Цены на продукты этой осенью хоть и не кусались, но все же заставили поволноваться. Овощи и фрукты малость подорожали, а вот повышение стоимости на мясо, хлеб и бакалею удалось сдержать. Проводили сельхоз-ярмарки и налаживались прямые поставки продовольствия из регионов на местные оптовые площадки без посредников. В городе заключено более полторы тысячи меморандумов между акиматами и субъектами предпринимательства для того, чтобы все фермеры и крестьянские хозяйства могли иметь доступ к прямому сбыту своей продукции. Дополнительно мы заключили меморандум с крупнейшим рынком БНОРДА о поставке свежей овощной продукции – это картофель, морковь, лук, капуста. Снизить цены на отдельные овощи удалось с появлением новой оранжереи. Оказалось, что тепличная продукция намного дешевле, чем предлагали некоторые бизнесмены, не обоснованно завышая стоимость. Теперь килограмм алматинских помидоров и огурцов осенью и зимой можно купить за 350 максимум 500 тенге. А вот цены на другие виды овощей и фруктов пока не радуют. Спекулянты, говорят, приложили свои руки. Цены опять же не от продавцов зависят. Как сюда завозят продукты, так и они их продают. Наверное, своих больше овощей надо иметь, чем с Китая возить со всего мира. Вместо того, чтобы снижать цены, необоснованно поднимают. Хотя урожай есть у нас хороший в этом году. Не знаю, кого винить в этой ситуации. Посредников, скорее всего. Впрочем, производители тоже нередко завышают стоимость своей продукции. Кулбике Шалганбаева многие годы торгуют мясом и работают исключительно с фермерами. Говорит, порой договориться о цене, которая бы устраивала все стороны, очень трудно. Спрос на мясо упал, потому что этот продукт дорожает с каждым днём. Еженедельно фермеры повышают на 100 тенге. Соответственно, мы тоже вынуждены продавать чуть дороже. Сейчас килограмм мяса стоит от 1400 до 1700 тенге. Я сама продаю и добавляю всего 100 тенге. Мне же надо оплачивать аренду. Это один из складов близ Алма-Аты. Здесь хранится бакалей, который заводится из разных регионов страны. Всего пять видов продовольствия. Это рис, гречка, мука, сахар и макароны. Продукция, которая тут находится, поставляется на местный рынок только в экстренных случаях. Например, в случае повышения цен или дефицита продуктов в городе. То есть это своего рода регулирующая стоимость, продовольственная подушка безопасности. Весной социально-предпринимательская корпорация Алматы закупила более 3000 тонн продукции на 730 миллионов тенге. Сейчас на складах осталось почти 2000 тонн продовольствия. Скоро запасы пополнят, чтобы хватило на всю зиму. В рамках товарных интервенций реализованы товары на общий объем 1238 тонн на сумму 238 миллионов тенге. Это 40% от закупленного объема. В общем, реализация продукции может проходить в 85 торговых точках по всему городу. В договорах реализации с сетями у нас есть определенный порог. Это до 10% маржинальность на социально значимые продовольственные товары. Плюс цены у нас фиксируются в комиссии по управлению стабилизационным фондом. На черный день запасов продуктов в Алматы достаточно, отметили в СПК. А вот цены уполномоченные органы теперь возьмут под жесткий контроль, особенно на ярмарках. Правда, регулировать весь продовольственный рынок едва ли возможно, заявили в Управлении сельского хозяйства. Но заверили, что за качеством возимой продукции следить будут усердно. С начала года на торговых площадках по выгодной стоимости было реализовано 530 тысяч тонн продовольствия на 2 миллиарда 300 миллионов тенге.